Очень давно. Это трейдеры, которые занимаются нефтяной промышленностью. Продолжение следует... Было принято сократить добычу нефти до 1.2 миллиона баррелей. Все видели, нефть пошла вверх. Позиции, которые я давал на вебинаре, первые позиции ушли в минус. Позиции до конца дня, тот, кто их открыл, все 100% позиции закрылись в плюсе. Надеюсь, тот, кто работал, заработал и довольны этому. Покажу позже позиции, которые были открыты. Хотя эти позиции у вас все есть в письме, которое было вам послано, приглашение на вебинар. Это очень важный компонент. В связи с тем, что прогноз, что запасы нефти уменьшились чуть больше на 1 миллион. Хотя все предпосылки показывают то, что запасы нефти увеличатся. И это именно то, что подводит к тому, что многие инвесторы не до конца уверены в том, что соглашение будет соблюдаться. Немножко расскажу, какие три этапа действия могут развиваться в связи с этим. Окей, у нас есть немножко времени, порядка 10 минут. Перед началом вебинара немножко расскажу. Потом, после открытия позиций, хотелось бы, чтобы у вас возникли вопросы. Не важно, какие, не важно, по какому, что вы хотите видеть, что вы хотите услышать, чтобы я ответил на вопросы, интересующие тех людей, которые здесь присутствуют. Ну, скажу, что я открыл две позиции на время 15.45 на понижение предварительно до того, как выйдет отчет. Окей, значит, начну то, что я хотел бы вам рассказать. Что может ожидать сокращение добычи нефти на ОПЕК, сделка, которая состоялась 30 ноября и ее последствия. Ну, значит, в принципе, речь идет о том, что для того, чтобы положить конец периода избытка предложения на глобальном рынке нефти, ОПЕКу может потребоваться помощь. Алжирское соглашение направлено на снижение беспрецедентного избытка запасов нефти. Однако, даже если ОПЕК снизит добычу до минимальных значений в рамках согласованного диапазона, это будет сложно добиться. Почему будет сложно добиться, значит, даже если ОПЕКу дастся убедить скептически настроенный рынок посредством имплементации полного объема сокращения масштабов добычи данных мер, будет недостаточно для того, чтобы осушить океан нефти, который производители уже выкачали из земли. Все мы знаем, что запасы, которые добывались без того, что было сокращение, превышают восьмилетнюю норму, и это, естественно, то, что повлияло на очень сильное понижение цены в нефти. ОПЕК посредством первого за восемь лет снижения объема добычи собирается снизить беспрецедентный объем мировых запасов нефти, согласно заявлениям генерального секретаря организации Мухаммада Баркида. Однако, собственная статистика картеля показывает, что даже в случае имплементации максимального сокращения объемов добычи, это имеется в виду, что нижняя граница согласованного диапазона снижения объемов добычи, уровень запасов в следующем году снизится незначительно. Данное обстоятельство делает критически важной в достижении этой цели помощь со стороны конкурентов картеля, в частности, со стороны России. Сегодня президент России, господин Путин, собирал внеочередное соседание с теми членами, кто именно занимается и ответственный за добычу нефти в России, по поводу того, что обсуждалось, как производить сокращение нефти, на каком уровне это делать. Потому что, в принципе, Россия, считай, хоть и не входит в организацию ОПЕК, но является одним из основных добытчиков и поставщиков нефти на мировом рынке. Объем глобального предложения превышал объем спроса на нефть на протяжении трех лет подряд, в результате чего был аккумулирован объем запасов, достаточный для того, чтобы единовременно заполнить 160 супертанкеров. Несмотря на то, что снижение объемов добычи до нижнего диапазона, согласованно в рамках Алжирской сделки, остановит дальнейший рост объемов запасов. Данные меры в следующем году приведут лишь к 11-процентному снижению совокупного объема запасов сырья. Согласно данным ОПЕК, если организации не удастся достичь соглашение с Россией, то возникает риск еще одного коллапса цен, согласно мнению специалистов из Коммерцбанк AG. Повлияет ли согласованное сокращение объемов добычи на уровне соревнованных запасов? Текущая ситуация не столь вдохновляющая. Основываясь на текущих данных, а также на исторической статистике, в следующем году баланс спроса и предложения вряд ли продемонстрируют ужесточение. Ну, как ожидается, в принципе, то, что ожидают, что то соглашение, которое подписано, оно должно войти в силу с января месяца. Ну, как мы знаем, что 28 сентября в Алжире члены ОПЕК достигли соглашения о снижении добычи до диапазона в 32-33 миллиона баррелей в день. Индивидуальные квоты на добычу для каждой страны станут известны к следующему формальному заседанию организации, которое состоялось 30 ноября, да, и было определено, что на 1.2 миллиона баррелей сократить добычу нефти стран, которые входят в картель. И также было возложено сократить на 0.600 тысяч баррелей в сутки на Россию, хотя общее количество на все страны составляет 0.800. Получается, что Россия должна взять на себя очень большой объем, и пока общего соглашения в этом нету, как есть заседание, которое состоится, в котором будут участвовать и представители стран ОПЕК, и представители России. Это заседание состоится 10 декабря. И это, в принципе, тогда мы уже можем однозначно сказать, что принято соглашение, хотя оно уже принято, да, но как бы Россия имеет немаленький рост и немаленький для того, чтобы это соглашение начало соблюдаться. Значит, мы видели, что нефть после выхода новостей подписания соглашения дошла порядка, коснулась 55 долларов за баррель. После этого мы видели, что вчера начал происходить небольшой разворот. Это именно то, что я и сказал, что нефть зафиксировала максимальную точку даже после этого. И вот то, что принято, что с января, значит, по состоянию, как говорится, на прошлой неделе американская нефть взлетела на 14%, что стало самым резким недельным подъемом с начала 2011 года. С января 2017 года объемы производства нефти должны уменьшиться на 1.2 миллиона баррелей в сутки. Соглашение будет пересмотрено через 6 месяцев и, возможно, продлено еще на 6 месяцев. Соглашение также предполагает согласованные действия с не входящих в ОПК странами, которые, как ожидается, сократят свое производство на 600 тысяч баррелей в сутки. Картель достиг соглашения в попытке сократить мировой переизбыток предложения, оказывающий поднимание давлений на котировок с середины 2014 года. Все мы знаем, что в 2014 год нефть упала со 120, порядка до 70 долларов за баррель. И это привело к тому, что повлияло на российский рубль, где тогда отметка коснулась 80 рублей за доллар. Ну, это, в принципе, знают все. В субботу, 10 декабря, также в Вене ОПК проведет встречу с не входящими в Картель странами, на которые должна согласовать все детали соглашения о сокращении добычи. Россия заявила, что намерена сократить производство на 300 тысяч баррелей в день, но отметила, что речь идет об уровнях ноября. В пятницу же Россия сообщила, что в среднем объем добычи нефти в ноябре составлял 11.21 миллионов баррелей в сутки, что является максимумом почти за 30 лет. Ну и что, что я и сказал, что мы ожидаем, что будет также 10 декабря, окей, что будет происходить. Поэтому ожидаем и надеемся на то, что соглашение вступит в силу, и нефть начнет подниматься в цене. Естественно, это повлияет на отношение доллара к рублю. Окей. У нас, в принципе, осталось немного времени. Значит, мы сейчас готовимся открывать позиции. Пока мы видим, что никакого большого движения мы не наблюдаем. У нас осталась одна минута. Окей. Поэтому мы ждем именно выхода новости. Уважаемые трейдеры, готовьте вопросы. Все вопросы я буквально через 5 минут после того, как мы откроем позиции вместе с вами, отвечу на все интересующие вас вопросы. Очень прошу после того, как откроем сделки, чтобы вы приняли максимально участие в том, чтобы мне задать как можно максимальное количество вопросов. Еще быстро скажу. Прошлый вебинар, позиции, которые были потеряны в начале первой позиции, все, вышел отчет. Окей. Сейчас скажу. Запасы уменьшились на 2 миллиона 389 тысяч. Значит, мы видим, что нефть начинает расти. Сейчас все открываем позиции на повышение. Ближайшая экспирация 15.45. Открываем позиции. 15.45 на повышение. Открываем позиции. 15.45 на повышение. Открыл вам график. Видим повышение нефти. 15.45 вверх. Тот, кто успел, открыли. Отлично. Ждем закрытия. Тот, кто не успел, можно еще открыть позицию. 15.45 на повышение. Не обращаем внимания на первые мои позиции, которые идут в минус. Это были рекомендации, которые я открыл до выхода новости. Окей. Запасы нефти уменьшились на 2 миллиона, на 2.389 миллионов. И поэтому мы видим, что нефть пошла вверх. Поэтому открываем позиции. 15.45 на повышение. А мы все знаем, да, что всегда есть на рынке спекуляция, которая происходит. Поэтому, естественно, после этого я вам дам рекомендации до конца дня. В зависимости от технического анализа, который буду производить. И постараюсь произвести вместе с вами. И получить какие-то, может быть, рекомендации от тех трейлеров, которые здесь присутствуют. Которые тоже делают фундаментальный или технический анализ. И помогут мне дать рекомендации до конца дня. Вы видите, сейчас произошел небольшой разворот. В принципе, это та точка, кто не открылся, может еще раз открыть позиции. Кто не успел открыть, можно открыть сейчас на этой точке. 15.45, 16.00 на повышение. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Если вы открыли позиции, значит, пока у нас до закрытия есть порядка 12 минут. Начну отвечать на интересующие ваши вопросы. Окей, если есть вопросы, пожалуйста, задавайте их. Я с удовольствием вам отвечу. Наталья спрашивает, есть ли договоренности о сокращении добычи, не входящей в ВП, как на этом заработать? Ну, смотрите, заработать на этом будет не так просто, потому что заседание будет происходить в субботу. Ну, те трейдеры, которые я с ними введу счета, это счета под управлением, или те, кто хочет на самом деле заработать на заседании в Вене, я буду присутствовать на открытом заседании. Опять полечу в Вену, но торгов, как вы знаете, торги в субботу не проводятся, поэтому рекомендации, которые я буду давать, и с того, что будет, они будут немножко более долгосрочные. И ту информацию, которую я получу завтра вечером, может быть, можно будет открыться на пятницу до конца дня, и дальнейшие позиции будут открываться на понедельник. Ну, в понедельник, естественно, будет вебинар, но тот, кто хочет получить рекомендации раньше, у вас, у многих, у всех есть моя электронная почта. Еще раз скажу свою электронную почту. Игорь, о собачка-plus-option.com, можете мне написать, я посмотрю по возможности, как могу предоставить рекомендации, которые есть. Вот вы видите, что происходит с нефтью, да, сейчас пошел разворот, она пошла на понижение, это то, что я буквально говорил, та спекуляция, которая сейчас происходит на рынке, и те первые позиции, которые я открыл, пошли в плюс, а последние идут в минус. Значит, сейчас у кого открытые позиции, нужно их перекрыть, поэтому берем сейчас экспирацию. Экспирацию 16.00. Видите, понижение, которое произошло. Берем экспирацию 16.00 и открываем позиции на повышение на этой точке. Позиции 16.00. Окей, я открыл 4 позиции. У меня, потому что 4 позиции по 2,5 тысячи идут в минусе. Пока что в минусе я открыл еще 4 позиции. Суммой по 5 тысяч долларов перекрыть потери, если нефть не вернется в ту точку, на которую у меня открыты последующие 4 позиции. Окей, для того, чтобы перекрыть те потери, возможные, которые у меня будут. Ну, пока что мы видим, что опять происходит разворот. Времени, в принципе, еще достаточно, да, для того, чтобы дойти до этой точки. Окей. Пока что мы видим, что если вы посмотрите по стахастику RSI, то есть происходит дальше падение, да. Вы видите, что идет падение. Ну, естественно, всегда после какой-то выхода новости есть определенный рост, и потом какие-то 15-20 минут может идти разворот. Ну, хотя, та новость, которая вышла, она должна была дать однозначно рост нефти хотя бы в предел 55 долларов за баррель. Ну, пока мы видим, что этого не происходит, поэтому мы открыли позиции дальше на 16.00 и ждем результата, который у нас будет. Ну, я понимаю, что все усиленно заняты своими счетами, открытием позиций, поэтому откройте, посмотрите, я подожду пару минут и буду отвечать на все интересующие вас вопросы. Продолжение следует... 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 Вот если мы наблюдаем здесь, мы видим, что сейчас начинается определенный разворот и движение, которое линией Боллинджера и стахастика Рысай нам показывает в принципе направление движения цены вверх. Ну окей, позиции, которые 17.45, они закрылись, они закрылись, естественно, у меня и те, кто со мной торговал в минусе, поэтому тот, кто хочет вернуть потери, я дам рекомендации, сейчас проведу технический анализ на позиции, которые мы даем до конца дня и вернуть ваши потери. Позиции, видите, 16.00 идут колебания, да, вот сейчас позиции начали выходить в плюс, движение происходит, не то движение, которое хотелось бы видеть, да, но мы ожидаем 16.00, у нас еще 15 минут до закрытия позиции 16.00. К сожалению, это рынок и, как говорится, мы не боги, мы не управляем рынком, да, мы точно так же люди, просто люди с определенными знаниями, с определенной информацией, с определенным стажем работы на этом рынке и, естественно, мы даем рекомендации тоже исходя из технического и фундаментального анализа, но все-таки рынком управляют не только мы, а есть еще люди, которые на самом деле инвесторы, которые влияют на то, что даже независимо от того, какая выходит новость, рынок может вести себя совершенно по-другому. Это говорит о том, что всегда нужно иметь какие-то деньги на торговом счете или на карточке для того, чтобы вовремя или пополнить счет, или открыть следующую позицию для того, чтобы перекрыть свои потери. Мне, конечно, не очень приятно то, что происходит сейчас, да, те потери, которые есть и у меня, понятно, что это тоже черединито счета и те потери, которые есть у вас. Мы видим, что продолжается то же самое, также продолжается падение, но я до конца дня все равно знаю, что нефть развернется и дойдет предел где-то 53.6-53.7 долларов за баррель. Поэтому до конца дня я открываю позиции на повышение. Уже с самой низкой точки, которая есть, еще ниже, чем я открывал до этого. Я открываю, ну, будем говорить, это тот же самый сценарий, который происходил у нас на заседании ОПЕК. Позиции 15.45, 16.00 не у всех, но у большинства, включая меня, закрылись в минус. И позиции, которые до конца дня закрылись в плюсе, перекрыли все потери, которые были. Плюс к этому получили еще минимальный процент прибыли. Окей, видите, я открыл позиции до конца дня для того, чтобы перекрывать свои потери. У кого открытые позиции до 9, до 16 числа, да, пойдет вверх, потому что ажиотаж, который будет перед подписанием, он опять должен повести цену нефти вверх. Людмила, вы торговали, я вижу, и у вас были потери в 1300 долларов. Напишите мне, какая была общая сумма вашего пополнения, какая сумма у вас сейчас на балансе. Мы видим, опять начинается подъем, да, и ожидаем, что позиции до 16.00 вытянут нашу цену и должны и закроются в плюсе. Тем самым перекрыть потери у тех, у кого они были, у кого, кто открыл на 4 часа, и у кого, в принципе, на балансе ничего не осталось. Для того, чтобы тот, кто может дополнить свой счет, дополняйте счет, открывайте позиции до конца дня, напишите на почту мне, я вижу все пополнения, которые есть. То есть тот, кто будет производить пополнение, будет произведен возврат с минимальным оборотом тех средств, которые были потеряны. Поэтому тут уже все только в ваших руках. Я ничего не могу сделать, я могу только вернуть вам потери с минимальным оборотом при вашем пополнении. Людмила, у вас еще есть, было 4900, сейчас 3600. Ну, я рекомендую вам вот сейчас с точки, которая есть, взять позиции открыть до конца дня, для того, чтобы вернуть ваши потери. У нас еще 10 минут. Окей, тот, кто открыл позиции, давайте позадавайте мне вопросы, кому дать какие рекомендации. Может быть, не касаемо нефти, какие-нибудь другие вопросы. Поэтому дам вам, постараюсь по возможности, те рекомендации, которые могу дать по открытию позиций до конца дня, до конца месяца. Скажу, что у нас в компании проводится такое, называется ралли Санта-Клаус, где человек, который будет проводить больше всего прибыльных позиций, получает iPhone 7 в подарок. У вас у всех это есть, в принципе, на платформе. Условия, как это работает, кто на сегодняшний день занимает первое место, кто второе место. У вас все эти условия есть на платформе. Поэтому, чем больше вы будете проводить торговых позиций, выигрышных позиций, ну, возможно, кто-то из вас получит в подарок iPhone 7. Александра спрашивает, как скажутся на акциях «Газпрома» новости о соглашении по строительству. Турецкого и Северного потока. Ну, то, что я думаю, что акции, в принципе, «Газпрома» на сегодняшний день пока растут. И ожидание того, что все предвидят, что пока акции будут расти и дальше, и пока дают именно этот результат, мы и наблюдаем, что акции пока что растут. Давайте задавайте вопросы, пока мы видим, что позиции до конца дня все в зеленой зоне. Да, я ожидаю, что и позиции 16.00 тоже закроются в плюсовой зоне. Мы просто наблюдаете, что если вы видите на графике цену нефти 53.291, в открытиях позициях мы видим другую цену, потому что контракты, которые были куплены, они открыты по другой цене. Да, естественно, это и влияет на цену, и влияет на котировки, которые мы наблюдаем. Но очень большие надежды на то, что и позиции на 16.00 должны закрыться в плюсе. Вот видите, цена начинает расти. Сейчас именно по новостям обсуждается то, что было принято на организации ОПЕК, и что сегодня, да, в принципе, если посмотреть немножко назад, не дожидаясь января месяца, то начались соблюдаться соглашения, потому что запасы уменьшились больше, чем на 2 миллиона баррелей в сутки. Хотя это к тому, что, в принципе, и шли. Поэтому и прогноз составлял не в сутки, а недельные запасы. Да, значит, мы как бы еще не дошли до этого, но как бы приближаемся к этому. У кого позиции по золоту открыты до 9 или 16 числа, которые пока что идут в минус? Я не знаю, Олеся пишет, что идут в минус, я не знаю, куда у вас открыто. Золото сегодня за день выросло порядка на 17 долларов, то, что я видел буквально час назад, где-то порядка 1180. У кого было открыто с точки 1163, то сейчас 1180 должно. И вот сейчас по новостям именно идут про нефть, то, в принципе, ожидаемая цена нефти на рынке должна составить 54.94 доллара за баррель до 10 числа. То, что, в принципе, я и говорю, что сейчас идет именно спекуляция на рынке. Кто-то, естественно, есть люди, которые могут позволить себе скинуть какой-то пакет своих инвестиций, которые имеют, и, естественно, вести рынок за той ситуацией, которую мы видим сейчас. Но, как я и сказал, что до конца дня, на той точке, которую я давал, можно брать на повышение, в принципе, в предел 54, близко к 54, до конца дня должен произойти разворот. Поэтому до конца дня можно открывать позиции по нефти на повышение. Очень вы напряженно смотрите за своими графиками. У вас еще достаточно у нас времени, не так, чтобы много, 4 минуты. Поэтому я думаю, что, если вы мне зададите вопросы, может быть, этими вопросами мы как-то будем оперировать для того, чтобы дальше смотреть, что у нас происходит и как возвращать потери, которые, в принципе, на сейчас есть. Те, кто открыл до конца дня, понятно, что... Мы постараемся как-то перекрыть эти потери или в дальнейшей торговле, или еще... Давид, по поводу потерь, которые у вас сейчас есть, нужно сделать пополнение на ваш торговый счет. Без пополнения вашего торгового счета, сумму, которую вы потеряли на позициях, я могу вам вернуть с отработкой в 30 раз. Я думаю, что оборот в 30 раз очень долго придется отрабатывать для того, чтобы вернуть потери. Окей, при пополнении пополняете ваш торговый счет, и тогда я произвожу вам именно возврат с отработкой в 5 раз, на который дам рекомендации, как эти позиции перекрывать, и как отработать быстрее и сделать оборот этих денежных средств. Я думаю, что у нас сейчас должна открыться еще одна, и еще потом одна свеча, и позиции должны выходить в плюс. Но пока что, как мы видим, позиции... Спасибо. 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 Игорь Негода. Игорь Негода. Игорь Негода. Я до конца дня дал верх, позиции до 4 часов закрылись в плюсе. Всем хороших торгов, удачных торгов, до свидания, всего хорошего. Давид, я вам перезвоню и все скажу, что возможно, что невозможно. Продолжение следует...